Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас всё ещё пока 13 мая 2024 года, понедельник. Местное время 23 часа 54 минуты, киевское и московское 0 часов 55 минут. Ну, а я, ведущий этого канала на платформе YouTube, продолжаю чтение глав из книги педагога К.В. Ельницкого Характеристики девочек. Третье издание. Санкт-Петербург, 1904 год. Сегодня я зачитаю характеристику девочки Олимпиады Геляковой. Олимпиада Гелякова. Итак, это восьмая девочка, восьмая характеристика Олимпиада Гелякова. Гелякова – самая старшая ученица в приготовительном классе гимназии. Ей 11 лет. Она плотно сложена и для своих лет довольно высока. У неё широкое лицо и серые выпуклые, не особенно умные глаза. Вообще выражение лица её далеко не привлекательное. Она ходит, постоянно растрёпанная, лохматанная, вымазанная в чернилах. В характере этой девочки больше дурных черт, чем хороших. Ей не почему присвоить себе чужое. Ей не почему присвоить себе чужое. Что плохо лежит, то она, наверное, и стащит. Нет такой вещи, будь то деньги, игрушки, карандаш, ножик или что-нибудь съестное, на которую бы она не позарилась. Если у неё отнимут похищенную вещь и сделают ей упрёк, она как-то тупо смотрит. Иногда же выдумывает самые небывалые случайности, объясняя, каким образом к ней попала чужая вещь. Умственная способность Югеляковой слабы. Особенно память у неё плоха. Не успеет повторить урок, как сейчас же его забудет. Напрягает все силы, чтобы припомнить. Даже закатывает глаза и всё-таки не может вспомнить. Галякова очень невнимательно. Когда идёт, например, классное чтение, она не следит по своей книге. Вызовет её учительница продолжать чтение, она не знает, на чём остановилась её подруга. Иногда она бывает так рассеянна, что нет никакой возможности заниматься с ней. Однажды учительница арифметики спросила, сколько будет 4 плюс 15 и минус 14, ответила девочка. То есть 4 плюс 15, 14, ответила девочка. Подумайте. Ах, нет, 11. Так ли? Нет, нет, 8 и так далее. Она не обратила даже внимания на числа, которые ей предлагались для сложения и отвечала просто наугад. В другой раз та же учительница во время занятий спросила, сколько в пяти копеечнике копеек? 10, ответила Геликова, глядя в сторону и не вслушавшись хорошенько в предложенный ей вопрос. Или ещё законоучитель рассказал в классе о Моисее и заставил Геликову повторить. Та начала так. Однажды царица гуляла, пришла на берег реки Эс, название речкой, при которой стоит город, где живёт Геликова, и нашла корзинку. На этом она и закончила. Геликова чрезвычайно ленива. Она только и думает о том, как бы освободиться от занятий или поубавить заданные уроки. Если её репетиторша, которая дома помогает ей готовить уроки, не спросит в гимназии, что задано к следующему дню, то Геликова, наверное, скроет половину того, что было задано. Геликова мало того, что сама сидит в классе рассеянно, она то и дело мешает другим заниматься. Одну из соседок она ущипнёт, другую дёрнет за косу, у третьей сбросит книгу со стола. На проказе в классе это её дело, но она никогда не сознаётся в своих проказах. Напротив, она свалит всю вину на других. Однажды во время урока закона Божия она стучала линейкой по столу и мешала слушать. Законоучитель приказал ей повторить рассказанное им. Она, конечно, не могла и получила единицу. Когда дома репетиторша спросила её, за что ей поставили единицу, Геликова ответила. В Б ученица того же класса шалила и стучала, а батюшка подумал, что это я. Справившись, на другой день в гимназии репетиторша стала упрекать Геликову за обман. Та тупо, посматривая, только твердила и вэшалила, и вэшалила. Геликова ужасно упряма. Не захочет чего сделать, на силу заставишь её послушаться. Нужно особенно и настойчиво, чтобы переломить её упрямство. Раз репетиторша, занимаясь с нею по русскому языку, предложила ей прочитать одну статью. Геликова зауприрамилась и молчит на вторичное требование репетиторши. Геликова ответила, я не буду читать, а я не уйду и вас не выпущу из классной комнаты до тех пор, пока вы не прочитаете. Около часа просидела Геликова, не принимая за книгу, но, наконец-то видя, что репетиторша не намерена уступать, и что приближается час прогулки по городу с родителями, она взяла книгу и в полголоса прошла указанную ей статью. Лаской с Геликовой ничего не поделаешь. Она не понимает ласки и мало ценит её. Только силой воли и настойчивостью можно заставить её исполнить что-нибудь. Если учительница скажет мягко, Геликова, перестаньте шалить, или она не уймётся, если же прикрикнуть да пригрозить, сейчас присмиряет. Геликова обладает необыкновенным даром надоедать всем. Если она пристанет, то нескоро от неё отвяжешься. Она надоедает и учительнице, и старшим ученикам, и подругам. Перед каждым уроком только и слышно. Да отстань, отвяжись, Геликова. Сама она то и дело обзывает своих подруг ругательными прозвищами. Если же её кто-нибудь выбранит, она непременно вломится в амбицию. Сверх того, Геликова и ябедничает на подруг. Как только пойдёт в класс, войдёт в класс надзирательница, она сейчас же начнёт докладывать ей, что вот эта ученица сделала то-то, а эта то-то. Ей нужды нет, что надзирательница не обращает никакого внимания на её доносы. Однажды во время урока русского языка Геликова поднимается и говорит «Пэ, ученица, теперь завтракает». Учительница приказала «Пэ» перестать есть, а Геликовой заметила, чтобы она не доносила на подруг. Через несколько минут учительница видит, что Геликова сама уплетает свой завтрак, забыв, конечно, в чём сейчас же обвиняла свою подругу. С прислугой Геликова обращается грубо. Дома она постоянно жалуется или кляузничает на слуг, за что те её ненавидят. Недостатки Геликовой выработались главным образом под влиянием её домашней обстановки. Она единственная дочь довольно богатого торговца. Родители, что называется, души в ней не чаят. Что бы их дочь ни сделала, они смотрят на всё сквозь пальцы. Ослеплённые любовью к дочери, они и не видят её недостатков. Частые заявления о её лени и непохвальных поступках или объясняют придирками гимназического начальства. Такое объяснение они не стесняются высказывать даже при дочери, которая, наконец, сама стала смотреть на выговоры и взыскания надзирательницы или начальницы, как на придирки. Ну, что я вам скажу, девочка слабоумная, вся в родителей, торговец, ну, состоятельный торговец, но, как говорится, конституционально глупый по Ганнушкину. Ну, так, тупая. Тупая. Можно так сказать, что у неё есть черты. В 19 веке существующий такого заболевания, как мораль инсенити, моральное уродство. Вот её можно назвать моральным уродом. Ну, и, конечно, какое-то, понимаете, небольшое слабоумие. Ну, вот так вот. Это моё предположение, моя трактовка. Понимаете, здесь самый недостаток вот этих характеристик заключается в том, что он вот слепок, да, с какого-то периода времени. Там год, два, три, четыре и всё. А дальше, дальше мы не знаем, как развивался характер, что происходило с этими девочками, какая у них судьба. Какое у них психическое здоровье. То есть, это как бы моментальный слепок. И всё. Динамики нет. Это статика. Статика. В статике. Но всё равно, конечно, можно предполагать. Вы видите, сколько я уже зачитал, да? Это сегодня восьмая характеристика. Абсолютно разные. Ну, где-то, где-то наслаиваются некоторые черты характера. Оно это, скажем, единственное. Вот из всех восьми этого случая, вот такого, как я сегодня зачитал, не было. Это и тупость, и ленность, и моральное, скажем так, вот уродство, воровство, да, ябетничество. Ну, и родители, естественно. И там и воспитание, и, естественно, родители не умные. Вот. Не совсем умные. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой характеристики. Прощаюсь с вами. Как всегда, как обычно, мою особую благодарность всем потенциальным слушателям. Хочу сказать, что мало почему-то читает, мало. А ведь интересно. Ведь многие, многие из слушательниц, или слушатели, родители, у которых дети вот подросткового возраста, могут найти черты описываемых девочек в своих детях, как мужского, так и женского пола. Понимаете? Слушайте, интересно. Интересно. Это, конечно, не психиатрия, но очень близко граничит с психиатрией. Потому что мы, как мы видим, разные черты, разные психотипы. И, естественно, потом возникают различные, скажем, личности уже во взрослом состоянии. И, конечно, различные психические расстройства. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами. Как всегда, как обычно. Вот. Благодарю всех слушателей. Ну и до следующих встреч в чтениях из библиотеки, материалов библиотечных, в консультации и в стримах. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...